здравствуйте уважаемые зрители сразу хочу вам сказать вот видео готовилась на определенную тематику но как раз перед тем как сесть записывать его в мире происходят просто нереальные какие-то вещи я имею ввиду ситуацию с тайванем и китаем нэнси пелоси уже летит на тайвань чем это грозит дальше как развернуться события ну можно без преувеличения без там всяких громких фраз сказать что мир на пороге третьей мировой войны но сегодня видео будет не об этом а эту тему мы обсудим завтра на стриме в 20 00 я всех вас жду подключайтесь подписывайтесь на канал обязательно и отвечу на все вопросы подробно это и другие важные темы обсудим завтра а сегодня хочу вам рассказать о довольно резонансном расследовании которое опубликовало информационное агентство авторитетное информационное агентство reuters там шла речь подробно о том что было в первые дни войны в украине и контексте этой статьи чему она посвящена это тому как украина напичкана полностью агентуры многие растут очень издалека и абсолютно в разных обстоятельствах частности там очень много про чернобыль кому интересно зайдите почитайте но самый главный факт и слухи которые сейчас ходят в определенных кругах говорят о том что у баканова было окружение состоящее из предателей сам баканов перед войной по слухам покинул украину более того первые дни он не выходил на связь и нам данилов анонсировал громкие очень громкие имена вот недавно в плане там агентуры предателей украины и что это со дня на день будет опубликовано правда уже прошла почти неделя но он сказал ясно что речь идет о людях в больших погонах он как бы намекнул и что вы думаете в кругах спецслужбистов очень рьяно обсуждается что речь идет про хомяка бывшего главу сбу дружка дмитрия гордона игоря смешко да тот самый игорь петрович смешко которого вам рекламировал годами гордон с каждого утюга оболванивал вас всех на каналах медведчука втюхивал вам дичь вместе со своей женой по три раза в неделю проводил интервью с этим персонажем выдавал его как кристально чистого очень компетентного человека за все это время смешку только в шире расходился еле стал помещаться в экран и но это не главное самое главное то что там судя по всему действительно работала целая агентурная сеть любимый журналист украинских зрителей которого я вообще терпеть не могу не перевариваю вася голованов он значит спросил напрямую у гордона где же сейчас игорь смешко послушайте что ответил гордон в данный момент вашингтоне дальше насколько я знаю если недавно разговаривал дальше насколько я знаю европейские столицы он очень много сегодня ездит за рубежом в украине очень много ездит он выполняет целый ряд серьезных задач государственной важности и я важные дела государственной важности значит вообще на специальном задании агент 007 смешко опять же по слухам сейчас вовсю занимается гуманитаркой пилила вам гуманитарки но это не я сказал это по слухам поэтому утверждать не буду но я думаю вы поняли да их же общий дружок тоже кгбшник такой же как смешко юрий швец который сейчас живет с сша вещает разную дичь опять же на которую подсадил пенсионерок женщин бальзаковского возраста и всяких любителей теории заговора значит которого тоже явно поддерживал гордон и кстати это швец неоднократно заявлял что его уже априори компрометируют просто как адекватного человека даже не как там какого-то компетентного или уж тем более знающего и важного значит что игорь смешко это лучший кандидат для позиции президента украины но тут гордон уже на своем стриме начал морозиться даже про юрия швеца послушайте пожалуйста как дмитрий как относитесь к мнению швеца и ермаке и арахами я из россии очень болит душа за украину я не располагаю такими данными о ермаке и арахами которые озвучиваются юрий борисович швец у него есть свои источники у меня таких источников которые бы мне рассказывали такие вещи нету это тот гордон который очень любил щеголять тем что у него там какой-то новость хочет преподнести и также поярче что побольше зрителей уши развесила лапшу снимала мои связи в ми-6 массаде цру фсб и там во всех других спецслужбах мира говорят вот мои высокопоставленные друзья спецслужбисты говорят а тут он оказывается под дурака косит и такой типа ну не знаю это у юрия какие-то там свои источники у меня таких сведений нет то есть мы видим что гордон банально упал на очко кстати если вы заметили то единственное интервью которое в живую не по skype взял гордон он сделал это там желто-блокитных колерах наших национальных тоже чтобы еще больше закосить поток какой он патриот и на этом же стриме упоминал много раз что он обожает киев не собирается не представляет вообще уезжать из украины из киева короче полностью я накосил под патриота задница у него явно горит но совершенно случайно когда пару дней назад занимался подготовкой этого видео я наткнулся на материал ну как на материал на видео стб новостей сейчас я вам все подробно расскажу значит этот смешко вообще вот есть фотография знаменитая о этот смешко находился на ужине с виктором ющенко после которого ющенко вы помните всю эту историю был отравлен и это просто сумасшедший скандал и вообще резонансное событие которое кстати не было раскрыто было замято точно так же как и майдан и я вам хочу сказать сразу свое мнение хотя это не по теме такие вещи не раскрываются заминаются потому что идет круговая поруха и если такую вещь ну представим что мы живем настоящей демократической честной стране если такие вещи раскроются оттуда будут торчать уши таких людей которые сегодня находятся на ван сцене поэтому забудьте про то что эти преступления когда-либо будут раскрыты так вот все эти слухи про смешко его как бы связь с отравлением ющенко если хотите мое мнение то моё моё останочное суждение он действительно замешан в этом для меня его рожа это рожа явного кгбшника а этот человек на секундочку руководил сбоу так вот что я вам такое анонсировал комиссию верховной ради которую создали в те времена для расследования дела по отравлению ющенко знаете кто возглавлял некто владимир севкович тот самый владимир севкович про который я вам уже рассказывал по три раза в неделю который уже открыто полностью и ясно признан агентом фсб и работал против украины много-много-много лет значит и тот который был на связи с экс-главой сбу крыма кулинича которого недавно повязали это все один и тот же владимир севкович и этот же владимир севкович верней у этого владимира севковича восемь лет помощником в бытности севковича народным депутатом отработал нынешний глава комитета финансового данил гетьманцев ющенко никто не труев такого висновку дійшла тимчасова слідчая комиссия верховной ради депутаты не вгледили в документах что их надала генеральная прокуратура фактів зумисного замаха на життя тодище кандидата на пост президента віктора ющенко однако у деяльности самої генпрокуратури члены комиссии вбачили чим мало порушен и теперь вимагают звиту якщо у вересня его не будет инициатива инициативу отставку генерального прокурора а поки члены комиссии вимагают відсторонити слідчу галину климович генпрокуратура на си заяву поки не відреагувала уголовное дело по статье возбуждено по какой статье покушение на жизнь государственного деятеля покушение на убийство и если нет доказательств умышленного отравления то где же здесь покушение здесь мы просим не просто отстранить климович мы просим и возбудить против нее уголовное дело и взять ее под арест потому что это раз можно расценивать уже как угроза национальной безопасности потому что когда следователь начинает шантажировать кандидатов в президенты народных депутатов высших политиков это беспредел вы представляете откуда торчат уши куда ведут эти нитки и вообще какие сложные процессы происходят вы думаете это все случайно это как-то там нет не случайно теперь вспомните про такого кадра как великий наш мент геннадий геннадьевич москаль пишу к ёбаной матери эту бисказа и уже провокатор и он там в этом деле замешан я просто не расследователь мне это не надо но готовил этот материал и уже вижу как эти уши торчат и если вы хотите поговорить про агентуру вот я возвращаюсь кстати это ройтер сам гордон смешко агент не будет вам с триколором бегать по украине агент именно и будет косить под патриота и вот действует примерно так как эти люди а когда если вы посмотрите на выборы смешко как он там умудрился по моему 5 или 6 процентов набрать и чуть ли партия его не прошла но не обосрались по соотношению денег которые были влиты но все равно было очень много голосов и я например разговаривая с людьми там с маленьких городов они мне давали данные на выборах я просто поражался какие высокие показатели в этой партии я хочу вам сказать что было задействована целая сеть кгбш на этих всех бывших спецслужбистов это все такая грязь такое болото и все это настолько запутанное серьезно это примерно то что вы можете видеть в самых лучших фильмах про спецслужбы и вообще почему от люди фанаты гордона там от меня отписываются на стримах очень много про гордона я против него лично ничего не имею кроме ну как против журналиста но когда он начал очень сильно играть на политическом поприще мне стало все понятно и меня пугает что когда я посмотрел специально зашел на его стрим сколько у него зрителей онлайн друзья 22 тысячи человек не позволяйте себя оболванивать потому что через какое-то время вам может быть очень сильно стыдно начинайте думать головой и когда вам такого как игоря петровича у меня уже в ушах это стоит как этот гордон игорь петрович смешко игорь петрович смешко по 25 тысяч за каждый эфир свой повторял во время предвыборной кампании это все не просто так если это происходит значит это кому-то нужно в том числе и на одном телеканале вам бы не разрешили говорить эту фамилию по 25 раз за эфир если бы это не было кому-то нужно повторяю идут очень серьезные игры и если гордона с этим смешко запускали на телевидении вот это все рекламировать и пиарить а я вам хочу сказать что гордон вернее смешко именно на одном гордоне и набрал 90 процентов своего рейтинга но дальше на местах то все равно вскрывались люди они там уже доказано продавали места в этой партии короче это очень большая игра повторяю но самое важное в этом всем не позволяйте лапшу сюда вешать потому что вами навешивают вы ее снимете потом придет второй начнет ее точно так же навешивать но одно дело навешивает какой-то когда там понавешал и пропал какая-то говорящая голова а совсем другое дело когда здесь замеслены спецслужбы и спецслужбы вражеского государства а я вам повторяю для меня уже очевидно чьи там уши торчат я хотел бы конечно ющенко такого великого патриота тоже сейчас послушать может быть у его бы уже хотя бы время войны перестали джолы там и разные украинские песни национальные волновать а сейчас самое время продумать про независимость нашего государства пусть выйдет на авансцену в такое тяжелое время я считаю сейчас лучший момент и скажет свое мнение то он тоже как-то прикиг поэтому все это странно дело шито белыми нитками думайте анализируйте напишите обязательно свое мнение в комментариях потому что мне важно что вы думаете на этот счет спасибо что досмотрели до конца встретимся завтра на стриме жду вас пока